Пошаговые инструкции по банкротству физлица в 2021 году. Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, 250 плюс успешных дел, эксперт в банкротстве физлиц. Из этого видео вы узнаете, что такое банкротство, как пошагово списать все свои долги в 2021 году, а также как бесплатно списать все имеющиеся долги. Досмотрите видео до конца. Знаете ли вы, что такое банкротство в России? Если да, то напишите об этом в комментарии. Если нет, все равно напишите. Кстати, под видео в комментариях я лично отвечаю, так что не стесняйтесь, пишите и задавайте вопросы при необходимости. Отвечу для тех, кто не знает. Банкротство – это установленный законом способ освобождения добросовестного гражданина от всех имеющихся долгов. Регулируется банкротство гражданина главой 10 закона номер 127 о банкротстве. С 2015 года начали действовать нормы о банкротстве физического лица, которые позволяют добросовестному гражданину заявить о своей несостоятельности и обнулиться, начать жизнь с чистого листа. Цель потребительского банкротства как раз – это соразмерно удовлетворить требования ваших кредиторов за счет продажи вашего имущества при наличии такового. Замечу, что единственное жилье неприкосновенно, кроме ипотеки. А от непогашенной части вы полностью освобождаетесь. Цель законодателя была следующая, чтобы после завершения процедуры банкротства гражданин начал заново выстраивать экономические отношения, не боялся иметь более высокий официальный доход, потому что многие должники скрывают официальный доход, пытаются работать неофициально, потому что кредитор их может претендовать на часть официального дохода. А также, чтобы гражданин мог выезжать за границу, покупать, продавать имущество, так как все запреты на регистрационные действия будут сняты. В общем, цель банкротства глобальная такова. Гражданин освобождается от всех долгов и начинает заново жить. Даже законодатель не запрещает после завершения процедуры банкротства брать повторные кредиты или займы. Прежде чем приступлю к пошаговой инструкции по списанию себя долгов и разберу все тонкости и нюансы, для вас минутка рекламы. Чем я могу быть для вас полезна? Я провожу процедуру банкротства с командой по всей России под ключ. Если вам нужна бесплатная консультация, подходит ли вам банкротство, контакты в описании. А также у меня есть курс по самостоятельному банкротству для граждан, у которых нет денег на юристов, которые хотят сэкономить на юристах. А также есть обучающий курс для юристов по банкротству физических лиц. Подробности все в описании. Итак, поехали дальше. Шаги на пути к освобождению от всех долгов в 2021 году. Первый шаг. Нужно определить, подходит ли вам банкротство. Замечу, что банкротиться можно с любым размером долга. Об этом нам говорят нормы действующего закона. Это статья 213.4 закона о банкротстве, пункт 1 и 2. А также разъяснение Пленума Верховного Суда, номер 45, пункт 11. В моей практике с самым маленьким долгом я работала, это был долг в размере 259 тысяч рублей, задолженность по ЖКХ, и гражданин в полном объеме освободился от исполнения этого долга. Банкротиться также можно с любым размером официального дохода. В моей практике я вела и веду дела, и в том числе и моя команда ведет дела, где размер официального дохода превышает 50 тысяч рублей, а есть граждане, у которых доход более 100 тысяч рублей. Но не нужно забывать, что если у вас достаточно высокий хороший официальный доход, в процедуре банкротства с момента вынесения решения судом о признании вас банкротом до завершения процедуры вы будете получать только прожиточный минимум на вас и ирдивенцев при наличии. Если у вас дохода официального нет по каким-либо причинам, то банкротиться также можно, суд от долгов в полном объеме все равно освобождает, и даже при отсутствии официального дохода. Что касается пенсионеров, пенсию они свои получают в полном объеме в процедурах. Важно, чтобы пенсионер не был официально работающим. Банкротиться можно также как с имуществом, так и без такового. Напомню, что единственное жилье неприкосновенно за исключением ипотеки. Если имущества никакого нет, суд все равно завершает процедуру, а долгов освобождает. Если какое-либо имущество имеется, к примеру, автомобиль или гараж, это имущество включается в конкурсную массу финансовым управляющим, и финансовый управляющий организовывает торги и продает эти активы с молотка, с целью погасить требования ваших кредиторов. Если имущество никто не покупает, оно предлагается в качестве отступного кредиторам, если они не хотят брать ваше имущество, то по акту приема-передачи это имущество передается вам обратно. Что касается сохранения имущества, да, на рынке много предложений и схем по сохранению имущества и банкротству с освобождением от долгов. Да, варианты есть, схемы есть, но здесь лучше подробнее обсуждать на консультации, тем более, что она бесплатная, контакты в описании. Это актуально для тех граждан, у которых есть имущество, которые хотят его сохранить и хотят списать с себя все долги. Но опять же, не во всех случаях уместно и актуально будет сохранять активы. Что касается сделок, не все сделки в деле о банкротстве оспариваются. На самом деле, очень сложно оспорить ту или иную сделку в деле о банкротстве. Как правило, оспариваются сделки, которые совершены с заинтересованными лицами, с родственниками, в период подозрительности 3 года и сделки ниже рыночной стоимости, более чем на 20%, которые были совершены в течение одного года до даты возбуждения процедуры банкротства. Иные сделки оспорить очень сложно. Это я опять же к тому, что многих тормозит принять решение в отношении себя, чтобы инициировать процедуру банкротства, факт того, что они где-то начитались или кто-то им сказал, что все абсолютно сделки будут оспариваться. Нет, не все. Сейчас я разобрала основные критерии подходимости под процедуру банкротства физического лица. Если вы понимаете, что вам банкротство интересно, и вы хотите списать себе все долги, и понимаете, что вы не можете платить по вашим обязательствам, важно, банкротство подходит для тех, кто реально не может платить по своим обязательствам. И да, кстати, про срочки 3 месяца ждать не нужно, можно инициировать процедуру хоть на следующий день после того, как вы перестали платить по вашим обязательствам и по вашим долгам. Не слушайте опять же тех юристов или специалистов, кто говорит о том, что нужно ждать 3 месяца просрочки. Этот срок актуален для кредитора или уполномоченного органа, если заявителями по делу являются они. У меня на эту тему есть, если что, отдельное видео, можете подробнее посмотреть, почему не нужно ждать 3 месяца просрочки. По нашим клиентам, по моим клиентам, мы подаем буквально в ближайшее время, как только клиент перестал платить или вот-вот предвидит банкротство, мы уже иницируем процедуру. С этим проблем никаких нет. Резюмирую, ждать не нужно. Если понимаете, что платить не можете, можно уже подавать на банкротство. Второй шаг. Нужно собрать необходимый пакет документов. Это как оформить льготу или субсидию. Есть установленный законом перечень необходимых документов для возбуждения процедуры банкротства. Это статья 213.4 закона о банкротстве, пункт 3. На тему необходимых документов для возбуждения процедуры у меня есть отдельное видео. Ссылка на него будет в описании. Шаг номер 3. Необходимо составить заявление о банкротстве вашем, плюс обязательные приложения. Какие? Это опись имущества и список кредиторов ваших и должников. Эти формы обязательные установлены приказом Минэкономразвития номер 530 и доступны для скачивания. Достаточно просто вбить в интернете форму опись имущества по приказу номер 530 Минэкономразвития или форма списка кредиторов и должников. Плюс нужно будет оплатить госпошлину в размере 300 рублей. Реквизиты можно взять на сайте вашего арбитражного суда по месту вашей регистрации. Важно! Вы должны знать, кто у вас будет финансовым управляющим и об этом вопросе позаботиться заранее. Так устроена банкротная реальность. Я развею частые мифы, в том числе многие, кто смотрит мои видео, пишут комментарии об этом. Кто-то уверен, что суд сам предоставит кандидатуру финансового управляющего, и об этом даже не нужно беспокоиться. Нет, суд сам предоставлять вам кандидатуру не будет. А если вы в заявлении о вашем банкротстве не укажете саморегулируемую организацию из числа членов, который должен быть утвержден финансовый управляющий, то суд оставит ваше заявление без движения и предоставит разумный срок, чтобы вы предоставили наименование саморегулируемой организации. Кстати, это не препятствует повторному возбуждению в отношении вас процедуры и повторной подаче заявлений о вашем банкротстве. Предположим, что вы в заявлении о банкротстве вашем указали на обум какую-либо саморегулируемую организацию и в надежде ждете, что кто-то из финансовых управляющих возьмется за ваше дело. Может быть вот как. Никто из арбитражных управляющих из конкретной саморегулируемой организации не предоставит согласия на проведение вашей процедуры банкротства. Такое может быть. Или же наоборот. Кто-то возьмется за ваше дело, за установленное законом вознаграждения. Такое просто на практике у меня тоже было, когда клиенты обращались уже, будучи в процедуре. И будет оспаривать любые сделки, выявлять максимально ваши активы, выезжать по месту регистрации для осмотра описи имущества, подавать ходатайство о неосвобождении и так далее. Такой печальный исход тоже может быть, если вы будете надеяться на русское авось. Я не исключаю, конечно, того факта, что возможно вам повезет и ваше дело возьмет финансовый управляющий из саморегулируемой организации, которую вы укажете на ОБУМ и качественно проведет процедуру вашего банкротства. Но я рекомендую вам о вопросе финансового управляющего позаботиться заранее. Заранее ищите или посредников, или напрямую выходите к арбитражным управляющим с целью обсуждения вашего банкротства. Да, если вы будете инициировать банкротство со мной и с моей командой, то я вам предоставлю гарантированно кандидатуру финансового управляющего. Вы даже с ним не будете контактировать. Все взаимодействие будет через моих юристов. Качественно проведем вашу процедуру и обанкротим без каких-либо серьезных последствий. Важно! Вознаграждение финну управляющего составляет 25 тысяч рублей за одну процедуру. Эта сумма прописана в законе о несостоятельности банкротства. Эта сумма нужно будет внести в депозит арбитражного суда. Как правило, вносится она к дате судебного заседания. Так как в заявлении о несостоятельности банкротства вы можете попросить суд отсрочить дату по внесению этого депозита, этого вознаграждения до даты судебного заседания. Или же, если у вас эта сумма есть сразу, вы можете сразу же оплатить 25 тысяч рублей и чек об оплате предложить к вашему заявлению о несостоятельности банкротства. Реквизиты для оплаты также можете взять на сайте вашего арбитражного суда по месту вашей регистрации. Четвертый шаг. Нужно подать документы в суд. Вы подготовили заявление о банкротстве, опись имущества, список кредиторов по установленным образцам, оплатили госпошлину, оплатили депозит или оплатите его к дате судебного заседания. Плюс собрали необходимый перечень документов и в приложении к вашему заявлению указали весь этот перечень. Теперь необходимо подать документы в суд. Самый простой вариант для вас будет это направить почтой России и отслеживать на сайте мой арбитр по фамилию, имя, отчеству вашему ход дела, а именно факт принятия судом к производству вашего заявления. Если вы увидели, что суд вынес определение о том, что ваше заявление оставлено без движения, то есть суд не принял ваше заявление к производству, в этом страшного ничего нет. Изучите более внимательно это определение. Суд предоставит вам разумный срок для устранения недостатков. Скорее всего, вы не приложили какие-то документы или суд запрашивает какие-либо сведения. К установленному сроку в определении арбитражного суда предоставьте запрашиваемые судом необходимые документы. Можно, кстати, отвезти прямо в канцелярию суда и напрямую сдать недостающие документы или те документы, которые требует суд. Если вы в установленный срок не устраните причины, которые послужили основанием для оставления вашего заявления без движения, то суд возвратит вам ваше заявление. Напомню, что вы можете повторно переподать ваше заявление о банкротстве и дополнить ваш пакет документов и повторно попробовать возбудить в отношении себя процедуру. Пятый шаг. Судебное заседание по обоснованности вашего заявления. Нужно ли ходить в суд? В дату судебного заседания по рассмотрению обоснованности вашего заявления суд устанавливает факт наличия задолженности и вводит одну из процедур. Или сразу признает вас несостоятельным банкротом, вводит процедуру, она называется реализация имущества. Не нужно бояться этого слова. Если у вас имущества никакого нет для реализации, то, соответственно, ничего реализовано и не будет. Единственное жилье, напомню, неприкосновенно, кроме ипотеки. Или суд ведет сначала в отношении вас процедуру реструктуризации долгов. Целью уточнения, можете вы восстановить платежеспособность или нет. В суд ходить не обязательно, по вашему усмотрению. По многим моим делам, мои юристы в суд не ходят. Объясню почему. Во-первых, мы работаем по всей России. Во-вторых, доступна при необходимости возможность онлайн-заседания. А в-третьих, суд просто вводит процедуру. Пока с вас долги еще никто не списывает. Суд на основании представленных документов просто вводит процедуру и выносит соответствующие решения. Шестой шаг. В двух словах расскажу про процедуру реализации имущества и про процедуру реструктуризации долгов. Процедура реализации имущества вводится как раз целью того, чтобы финансовый управляющий сделал запросы в госорганы, выявил ваше имущество, которое подлежит реализации, продал это имущество, вырученные денежные средства распределил пропорционально между вашими кредиторами, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, а от непогашенной части долгов вы освобождаетесь. Что касается процедуры реструктуризации долгов. Также по этой теме у меня есть отдельное видео. Скажу вкратце. В отношении трудоспособного гражданина, как правило, в отношении пенсионеров и инвалидов суд не вводит первую процедуру реструктуризации долгов, а в отношении трудоспособного гражданина суд может ввести первую процедуру реструктуризации долгов. В этом страшного ничего нет. Суд просто удостоверится, что вы не можете восстановить вашу платежеспособность, потому что максимально план погашения долгов, план реструктуризации долгов может быть утвержден на 36 месяцев. Важно! Во время процедуры реализации имущества или реструктуризации долгов вы практически ничего не делаете. Максимум, что это предоставляете финансовому управляющему запрашиваемые сведения. Всю работу делает финансовый управляющий, а именно делает запросы в госорганы, уведомляет кредиторов, анализирует ваше финансовое состояние, подготавливает отчет, отчитывается перед судом и кредиторами и так далее и тому подобное. Седьмой шаг – это завершение процедуры банкротства. Срок процедуры реализации имущества до 6 месяцев, как правило, может продлеваться. Срок процедуры реструктуризации долгов также до 6 месяцев, но по разным причинам судебное заседание по переходу из реструктуризации в процедуру реализации имущества в признании вас банкротом также может откладываться. И по завершению процедуры, именно в последнюю дату судебного заседания суд выносит определение и определяет, освободить вас долгов или не освободить. Если вы добросовестный гражданин, не злоупотребляли правом, предоставляли достоверные сведения вашим кредиторам, не подделывали документы, не прятали ваши активы, то суд от долгов вас освобождает, в том числе и на основании представленных финансовым управляющим документов. А это отчет, финанализ, реестр требований кредиторов, ходатайство о завершении процедуры освобождения вас от долгов, анализ делок и так далее. Суд освобождает вас от долгов на основании пункта 3 статьи 213.28 закона о банкротстве. Вот такая вот получается пошаговая инструкция по списанию с вас имеющихся долгов. Что вам важно? Первое, определить, подходит ли вам банкротство. Если вы сами сомневаетесь в этом вопросе, то рекомендую обратиться к эксперту-специалисту. Можете обратиться ко мне, к моей команде или к иному юристу или в юридическую фирму. Далее нужно проверить всю вашу добросовестность, куда брали обязательства, почему перестали платить, что у вас вообще случилось. Если вы понимаете, что вы не можете обосновать то или иное обстоятельство, что вы где-то злоупотребили, то также рекомендую обратиться к юристам, к профессионалам. Далее вам нужно найти арбитражного управляющего в деле о банкротстве гражданина, это финансовый управляющий, который проведет процедуру вашего банкротства. Опять же, если вы обращаетесь ко мне или к моей команде или иному юристу или в юридическую фирму, то кандидатуру вам должны представить, кто проведет процедуру вашего банкротства. А также вас сопровождать во время всей процедуры, потому что будут небольшие сложности с получением денег, с получением прожиточного минимума, если у вас есть официальный доход, с предоставлением каких-то объяснений, сведений и так далее. И еще вам нужно собрать необходимый пакет документов для возбуждения процедуры и подготовить заявление о банкротстве и иные документы, чтобы суд эту процедуру возбудил. Либо вы это делаете, опять же, самостоятельно по образцам или также обращаетесь к юристам. Если вам эта информация полезна, показалась интересной, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите какой-то положительный комментарий. Тем самым вы поддерживаете меня и мою деятельность, тем самым я хочу больше для вас записывать полезные информации. Сейчас я разберу, как бесплатно списать все свои долги. Для многих этот вопрос действительно актуален, но я буду с вами честна. Если вы хотите бесплатно списать все ваши долги, то это только через внесудебный порядок проведения процедуры банкротства. К сожалению, лишь малая часть граждан подходит под внесудебный порядок освобождения от долгов. Важные критерии. Долг должен быть до 500 тысяч рублей и пристав должен в отношении вас окончить исполнительное производство в связи с невозможностью взыскания на основании именно пункта 4 статьи 46 Федерального закона об исполнительном производстве. Если вы понимаете, что внесудебное банкротство вам не подходит, тогда только судебное банкротство. И как минимум расходы следующего содержания вы должны будете понести. Это вознаграждение финансово управляющего, это, как правило, расходы на проведение процедуры, это госпошлина. И если вы сами не хотите разбираться в тонкостях и нюансах проведения процедуры, то это юридические услуги. К сожалению, каких-либо иных вариантов, которые реально бесплатно спишут с вас долги, их нет. На этом по теме видео все. Если вам было интересно, поддержите меня еще раз, поставьте лайк, подпишитесь и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!